ETC девелопер, ну окей, ладно, разрабатываю, так сказать, на всем, что вижу. Всем привет, меня зовут Григорий Добряков, и я критикую резюме. Всем, кому интересно, какого черта я это делаю, пожалуйста, смотрите вниз в описании ролика. Сегодня у нас 8 кандидатов, каждого из которых мы с вами разберем по косточкам в особо жесткой и циничной форме, а потом будут ответы на вопросы, заданные к моему предыдущему ролику. Погнали! Кандидат номер 12, разработчик программного обеспечения. Достаточно адекватное самоописание, разработчик программного обеспечения, высоконагруженных облачных аппликающих, бла-бла-бла, сложные проблемы, я голодный до новых технологий, все, в общем-то, адекватно написано. Вот еще, что интересно стоит подметить, чувак любит open source, это сейчас, скажем так, замечается большинством нормальных рекрутеров. Вот, и то, что он что-то там публиковал и в чем-то контрибутил, это все, конечно, здорово. Вот, а что плохо? Плохо то, что технологии и интересы даны вперемешку, то есть, очень много слов о том, что вот я люблю новые технологии, я люблю то, я люблю сё, и на первый взгляд из этого очень сложно вычленить какие-то ключевые моменты, которые здесь могут быть и которые могут иметь смысл для работодателя. Возможно, надо это как-то все немножко более привести к какому-то четкому виду, вот я, вот я занимаюсь, вот я люблю, вот такие-то технологии, потому что сейчас это все читается в перемешку. Вот, надо, наверное, как-то построже. Что еще? Спускаемся немножко пониже. Хола. Как видите, очень много описано, что это, зачем это, с цифрами, чего практически никто не пишет, а надо бы писать, то есть, молодец, респект еще тебе, чувак, у тебя все с цифрами, как бы все с деньгами, все с процентами, все круто. Я там тут и тут и тут и делаю, как бы такие технологии, все, зашибись. Едем дальше. И вот здесь меня зацепило в... Кэт Текси. Или такси, не знаю, как правильно говорить. Вот, тут ты пишешь, что ты был кофаундером, как-то в скобочках, не знаю, стесняешься этого, что ли, как-то. Не надо этого стесняться, надо писать по-человечески. Я был кофаундером, короче, я основал, там, я сделал, мы там запилили, то-то, то-то. Короче, здесь как бы неуместна лишняя скромность. Она тебе только вредит, ты должен говорить, я там, я, я такой-такой-сякой. Вот. Потому что это как бы, ну, совершенно здесь ни к чему. Так, что еще? Где-то здесь было про веб-сокеты написано, сейчас найдем. А, вот веб-сокеты. Веб-сокеты используются как коммуникационный лейер. Да, до 2014 года это было достаточно революционно. Сейчас все-таки надо понимать, да, что сейчас все играются с веб-сокетами. Сейчас каждый второй пишет свой чатик. Ни хрена не понятно, правда, зачем. Вот. И если ты пишешь, что ты это использовал, но сейчас уже надо написать, то есть обнови просто этот текст и напиши, зачем. То есть, как бы, зачем ты это делал, как бы, что тебе эти веб-сокеты позволили, там, не знаю, консистентность между бэк-эндом и фронт-эндом, там, реал-тайм обновления, как бы, вот, какая ценность была конечному энд-юзеру, вот, в этих самых веб-сокетах у тебя, лично в твоем проекте. Какой профит это принесло. Так. Погнали дальше. Погнали дальше. В общем, в целом, очень много о реализации. Балансик через Nginx, бла-бла-бла. Очень мало все-таки, блин, о смысле, о коммерческом смысле того, что ты делал, тем более, если ты был кофаундером. Надо все-таки такие вещи понимать и писать, потому что люди это хотят считывать и хотят понимать, насколько это вообще в теме бизнеса в целом. Вот. Так. Ну и что? Что еще хорошего? В целом, адекватное резюме. Отрефакторил, сделал, сделал, задизайнил, там то-то, то-то, такие-то инструменты. Обратите внимание, как аккуратненько, красивенько написаны в каждой позиции инструменты, которые человек использовал. В целом, очень хорошее впечатление, рекомендации, проекты. В проектах та же проблема, что написано, что делал, но не написано, зачем. А в целом, все очень приятно. Все, погнали дальше. Едем дальше. Кандидат номер 13, системный администратор. Первое, что бросается в глаза, абсолютно первое, это, блин, удивительно низкий ценник. Чувак, ты на год старше меня, и ты здесь должен приписать, ну, хотя бы, если не нолик в конце, то единичку в начале. Подумай об этом в первую очередь, потому что, блин, там дальше, ниже идет такой экспириенс, что это, блин, должно стоить адекватных нормальных денег. Вот. Что здесь? Да, у тебя же еще есть руководящий опыт, который здесь нифига не понятен. Вот из первого, скажем так, кадра твоего резюме, он там где-то внутри зарыт, и ты его нифига не вставляешь наверх, а надо бы по-хорошему выставить, потому что это серьезно. Вот. Что здесь? Традиционнейшая ошибка, как у всех. Дофига описания того, что делал. Администрировал, развертывал, администрировал, 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 развертывал, бла-бла-бла-бла. Зачем? Что ты принес компании? Вот этим всем, как бы, какой смысл, как бы, насколько компания выросла с твоей работой, как бы, твой вклад вообще как-то был, имел какой-то смысл или нет, как бы, там, ну, хоть, если никакого, там, не знаю, роста не было, напиши хотя бы, что вот раньше до тебя она там падала каждый день, а сейчас не падала, там, или до тебя там было 100 человек, допустим, там, на работе, да, компания теперь стала 10 тысяч человек, условно говоря. Ну, короче говоря, надо написать всегда, до и после, как бы, какой вклад ты внес в вот это все. Так, что еще? Ну, а с другой стороны, я тут для себя пометил, что, в принципе, это можно и компенсировать тем, что у тебя вот такие вот цифры, более 100 серверов в продакшн, с доступностью круглосуточной в течение года, если это реально так, да, мы все знаем, что доступность должна все-таки писаться девятками, насколько девяток у тебя было после запятой, потому что доступность 7 на 365 выглядит как-то, как маркетинговый лозунг, честно говоря, напиши нормально, через девятки будет, как бы, для нормальных людей понятно. Вот, в принципе, этим можно компенсировать, то, что ты не пишешь бизнесовый вклад, но, как-то, блин, все равно странно читается. Так, в общем, что здесь? Здесь я даже комментировать это все не буду, потому что очень много слов, очень реально много слов, мне кажется, даже слишком много слов, и что плохого? Плохого то, что спрятан руководящий опыт, плохого то, что нет явной цели, плохого то, что нет явного позиционирования, плохого то, что ты не стремишься быть руководителем, то есть напиши просто нормально, по-человечески, у меня нифиговый такой опыт в этом всем, я вам приду, я вам сделаю там сеть, я вам построю отдел, я вам забабахаю, короче говоря, самую крутую инфраструктуру, но чтобы это, блин, звучало так, что вот как бы ты придешь, и ты все проблемы закроешь, потому что сейчас это выглядит так, что тебе вот 38 лет, да, и ты просто готов просто приходить, ну и что-то там настраивать, короче говоря, готов быть рядовым сотрудником, но это же, блин, наверняка не про тебя тема, вот реально подумай, все, погнали дальше. Кандидат номер 14, снова из компании Хола, такое ощущение, что весь персонал компании Хола решил пройти через мою ревью, ну окей, ладно, мне абсолютно не жалко, вот, резюме написано, скажем так, в нестандартном формате, сначала там, что я, собственно говоря, приношу, вот, какие проекты я делал или участвовал, достаточно крупные, хорошие имена, вот, и все это так прикольно завершается базвордами, значит, что я здесь для себя отметил, во-первых, слишком много вначале о том, какой ты замечательный, при том, что мало того, что ты реально готов какие проблемы решать, ну, возможно, я тут недостаточно внимательно прочел, вот, но мне кажется, что ты вот как бы слишком много удивляешь внимания самому себе, и слишком мало описываешь, какие вот ты конкретно задачи и готов решать, ну, или ты не думал о том, какие задачи ты готов решать, надо, наверное, как-то подумать и сформулировать, потому что работодатель на это посмотрит, скажет, блин, да я точно так же читал Get Things Done, а я еще, блин, читал еще до хрена всего, а я еще читал, там, не знаю, этого самого, который цель написал, забыл, как его зовут, вот, и как бы, и что, а проблемы ты какие, готов решать, как бы, это самое, approach, all task, ну, блин, ну, это как пример про пиво, да, приходишь в бар и говоришь, там, какой пиво тебе налить, да любое, господи, неважно, я там, любое люблю, это не, не вштыривает, надо писать более конкретно, я решаю такие-то проблемы, вот, а мы уже потом уже, как бы, вот это все, и вот это все, и вот это все перечисляем, вот, то есть, баланс как-то надо, в сторону решения проблем, меньше о том, какой-то замечательный, больше о том, какие проблемы ты решаешь, наверное, понятно объяснил, хватит, вот, описание проектов реально шикарно, то есть, я вот считал, просто зачитывался, насколько здесь вот все так необычно описано, достаточно хорошим английским языком, в общем, все так достаточно неоднозначно, не скучно, короче, реально не скучное резюме, вот, и последнее, что меня тут зацепило, это вот это, короче, типа, хотите узнать, кто я такой, наберите, значит, это самое от кэши, или там еще что-нибудь, это, блин, реально круто, потому что, таких людей на дороге не валяется, супер, молодец, вот, а что в целом, в целом, ну, я сказал, что вначале надо немножко поменять позиционирование, и, даже, наверное, более глобально, непонятно действительно позиционирование, то есть, на что ты идешь, ты такой вот реально крутой, и что, ты готов, как бы, куда возьмут, хоть куда там, или как, или у тебя есть как бы четкое стремление занять какую-то позицию, там, решать какие-то задачи и так далее, подумай, пожалуйста, об этом, наверное, как-то можно это более четко сформулировать, а в остальном все реально круто, вот, мои аплодисменты, просто супер, все, гоним дальше. Кандидат номер 15, GTC Developer, ну окей, ладно, разрабатываю, так сказать, на всем, что вижу, окей, допустим, 10 лет опыта, сложные, высоконагруженные проекты, очень много всяких интересных слов, здесь написано, вот, за что зацепился глаз, это написание SEO-адаптированных движков, движков чего, как бы сайтов, что ли, как бы, я не знаю, не совсем понял, как бы, наверное, движков сайтов имеется в виду, надо, наверное, это как-то здесь указать, вот, реально клево, что привел хорошие, крутые цифры, то есть 5-10 миллионов в день, это достаточно немало, если ты такую штуку сам собрал, это просто вот, конфеточка получилась, вот, что зацепило, значит, специализация идет все в перемешку, вот вообще реально все в перемешку, ты пишешь про дизайн-паттерны, которые вообще, прогностически относительно языков, да, как бы, но ты пишешь их в перемешку с PHP, то есть с C++ ты их не применяешь, что ли, непонятно, вот, все, в общем, как-то вот очень сильно связано, ну, да, допустим, RabbitMQ и German можно связать в одно, согласен, вот, что здесь еще зацепило, зацепило то, что ты вот пишешь так, Apache, NJINX, Model Rite, чувак, если тебе 10 лет опыта, то Model Rite для тебя должна быть такой темой, короче, которая где-то была на уровне детского сада, вот, реально, потому что, как бы, ну, понятно, что никто уже в наши дни не использует в качестве фронта Apache, не описывает в правилах этой аксессии, и тем более через Model Rite, я пишу через NJINX, поэтому, если ты пишешь это здесь, выделяя это как ключевой какой-то свой навык, то создается впечатление, что и все остальное у тебя тоже на достаточно слабом уровне, а я уверен, это не так, это очень сильно сбивает с толку, ну, нахрен это здесь, не надо, вот, потому что он портит все остальное, потому что та же вертика, допустим, да, это значительно круче, чем то, что я там умею писать Model Rite, умею писать Model Rite, это примерно на уровне, как я умею там установить FreeBSD, даже не будешь об этом писать, да и Rite тоже надо, либо как-то развернуто, либо нахрен убрать вообще, вот, патенты круто, презентации круто, как бы все, все это самое, вот, значит, что тут еще я себе пометил, про места работы, я, извини, не буду комментировать украинские, в силу того, что я его как-то не ошибко знаю, а я прокомментирую все остальное, вот, здесь, например, написано, что там наша, значит, платформа, бла-бла-бла, для того-то, для того-то, для того-то, круто, но не круто, то, что ты, не пишешь, а что ты там делал, то есть, как бы, что, надо презентации смотреть, чтобы понять, что ты там делал, или что, и при том, это везде, по всем местам работы, это так, везде написано, как бы, что это, это супер, но нигде не написано, что ты, собственно, там делал, то есть, как бы, каков твой вклад, опять же, блин, как у всех, вот этого нет, это обязательно надо рассказать, потому что, иначе ты вынуждаешь, и Чарльз, задавать те вопросы, они ленивые твари, как бы, и задавать вопросов, скорее всего, не будут, а откроют следующее резюме, где человек это все расписал, и все понятно с первого взгляда, вот, а что еще, что еще в проектах, я для себя отметил, абсолютно та же беда, 25 проектов, до хрена информации, до хрена о том, что это за проекты, вот парни, реально, смотрите пример, как человек пишет, вот, просто вот, сказочка, пожалуйста, каждый в своем проекте, также напишите, потому что, вот, куча всего, куча всего написано, что за проект, что он делает, и так далее, но, опять же, не написан твой вклад, кем ты там был, там, не знаю, младшим помощником, старшего, выставщик, там, не знаю, или там, техническим директором, допустим, да, это надо написать все-таки, потому что, это то, что является фактором оценки, все, погнали дальше, кандидат номер 16, разработчик, программного обеспечения, типичнейшие наши любимые ошибки, много пишу о том, что делал, ничего не пишу о том, что сделал, вот, то есть, в проекте началось, там, мое знакомство с, миром современного фронтенда, как бы, продвинулся в написании, понятно, вы же тестов, и что, как, ну, я не знаю, ты горд тем, что ты продвинулся в написании тестов, а руководство, там, не знаю, вообще, как бы, оно оценило как-то это, не знаю, какой-то смысл был для бизнеса или нет, в общем, я 10 раз уже рассказывал об этой ошибке, не буду о ней рассказывать больше, еще нет описания, информация о компании, Castel Digital Partners, ну, что это, что оно делает, но не вынуждай этого человека лезть в Google, напиши ты здесь пару слов, потому что это интересно, и чар должен сходу понимать, соответствует ли эта компания, хотя бы примерно по профилю, по области, там, индустрии, допустим, и так далее, тому, где, собственно говоря, сидит этот HR, и в сравнении с тем, где сидел ты, вот, что дальше, значит, что еще, Trailblazer порадовал, блин, у самого руки не доходят, надо вообще поиграться, так, за время проекта перестал бояться, полюбил тесты, все тесты надо любить с рождения, вот, и это тебе на самом деле, камень тебе в огород, что ты их полюбил, только, так сказать, в зрелом возрасте, вот, но это, наверное, надо все-таки раскрыть, потому что ты два раза об этом написал, ты написал об этом здесь, ты написал об этом здесь, но ни разу не написал, собственно, какой профит это вообще принесло бизнесу, там, релизы начали выходить более своевременно, там, или там количество багов резко уменьшилось, багтрекеры, там, в течение времени, или там, time to market резко сократился, в общем, или там, или перестали писать, там, с каким-то снижением, там, это самое, кастомеры перестали писать, жалобы на твой проект, что произошло, ну, полюбил ты тесты, как бы, и что дальше-то, вот, еще, значит, что я себя пометил, что, ни слова не сказано, про тестирование фронт-энда, потому что сейчас это никто не умеет, до сих пор, блин, этого никто не умеет, если ты умеешь тестировать фронт-энд, обязательно здесь это пометь, я имею в виду, конечно, спа-шный фронт-энд, а не просто, как бы, там, что-то там, спа-шное, именно, single-page application, вот, что еще, еще, значит, непонятно, цель, ну, как у многих из предыдущих кандидатов, непонятная цель, то есть, вот, ты там делал вот это, то-то, как бы, а хочешь, что ты дальше, что, то есть, цель твоя какая, какую позицию хочешь занять, чем хочешь заниматься, если ты этого не пишешь, то резюме-то выглядит просто, как вот, я такой секой, как бы, я вот, я тупый инструмент, да, короче, я умею вот это, примените меня хотя бы к чему-нибудь, блин, парни, ну, так нельзя, надо же, черт, убери себя не как инструмент, не инструментов себя считать, да, как бы, личностью, что вы приходите, как бы, и реализуете такие-то, такие-то задачи, а другие вы не реализуете, потому что вам они там противны, по какой-то причине, все, погнали дальше, кандидат номер 17, full stack web developer на Python и JavaScript, startup junkie с Python и JavaScript, бла-бла-бла, прикольная, забавная резюмаха, презентации, вот, выступление на конференции, ссылка на GitHub, в общем, все заметно, очень много фолловеров, активность, это все реально круто, делаю финтех, бла-бла, что еще, очень много, вот, респект тебе за галочки, на самом деле, вчера я кого-то критиковал, что у него минусы здесь написаны, буквально, тире, ну, хотя бы звездочки бы написал, вот, а ты вот реально галочки придумал, это вам, ну, супер, особенно, если это хорошо смотрится на печати, не квадратиками, вот, ну, ладно, это все мелочи, значит, хорошо описано, что делал, реально хорошо описано, что делал, причем везде, вот, но, опять же, наша традиционная тема, блин, в каждом первом резюме, нет информации, расширенная информация о компании, нет смысла, нет рыночного смысла в твоем вкладе в работу в этой компании, то есть, как бы, вот, ты что-то там делал относительно электрических грузовиков, как бы, там, запилил БКН, там, запилил АП, смысл-то какой, черт побери, ну, вот, ну, вот, из, это в мозг не укладывается, как бы, ты работал там 8 месяцев, блин, ты работал тут 7 месяцев, елки-палки, ну, ты успех-то какой-нибудь компании принес, вот, серьезно, напиши об этом, продавались там эти электрические грузовики, там, это самое, там, по одному в месяц, допустим, а стали продаваться по 10 в месяц, и, как бы, в следствии того, что ты там наворотил, да, вот, а то, понимаешь, ты, как бы, возникает ощущение, что ты, вот, что-то пилил, пилил, какой выход из этого наружу, но непонятно абсолютно, вот, в общем, я тоже 10 раз говорил, я думаю, если ты смотрел остальные мои ревью, то там это все тоже было 10 раз сказано, что еще, что еще, что еще, статьи, видимо, ссылка на профайл, не знаю, рекомендации, проекты, то же самое, очень мало информации, ну, напиши ты сюда, ну, напиши ты сюда, зачем, вот, потому что ты просто, ну, нафигачил кучевых слов, как бы, а рыночный успех, вот он какой, все, в общем, понятно, что делать, погнали дальше, кандидат номер 18, системный инженер, кстати, с этим человеком я работал лично, поэтому рекомендую вам, кому нужен чувак, который придет, и поставит там, офигенную сетевую инфраструктуру, или там, сделает отдел, касаемый системного администрирования, вот, просто вот, берите, отрывайте прямо с руками, пишите вниз, в комментарии, я вам дам его, контакты, познакомлю, представлю и дам свои рекомендации, вот, погнали, значит, что здесь, в первую очередь, бросилось в глаза, что, опыт вот этот вот, большой опыт администрирования, как бы, надо, блин, выразить в цифрах, потому что, ну, большой опыт, как бы, большой опыт понимания, большого, у каждого мужика свое, да, это самое, когда вниз смотрят, как бы, у каждого, там, каждому кажется, что он большой, вот, надо все-таки нормально это цифрами обозначить, вот, очень много слов, это с одной стороны хорошо, с другой стороны, я устал это читать, честно, вот, я сидел, читал, 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 и понял, что, блин, у меня, это самое, больше сил не хватает, вот, надо, ну, наверное, как-то это поджать, но если не поджать, то, возможно, как-то, не знаю, сгруппировать, вот, цифры, в общем, цифры, сколько серверов, какие нагрузки, сколько пользователей в локальных сетях было, цифры нужны, потому что цифры, это фактор сравнения, возьмет твою резюме, возьмет другую резюме, у него есть цифры, у тебя нет, все, тебе до свидания, вот, что еще, еще, блин, черт побери, ты пишешь опыт работы системы виртуализации, сейчас на дворе, 2017 год, у тебя во всем резюме, нет слова докер, где докер-то, елки-палки, где докер, все, блин, можно вот на этом моменте просто уже, ну, нет, я, шучу, вот, но если ты давишь на виртуализацию, то, блин, изучи докер, впиши сюда, как так-то вообще, вот, ладно, что еще, значит, достижения, тут где-то везде замешано достижение, я когда отсматривал резюме, я нашел много достижений, сейчас я их, блин, найти не могу, а вот что-то есть, во-во-во, вот, и, если я их, блин, не нашел, то HR-кс, скорее всего, тоже не найдет, они должны быть вытащены и поданы как-то вот на блюдечке, в самом начале, как бы, сделать то-то, сделать то-то, сделать то-то, желательно еще с названиями клиентов, если это не коммерческая тайна, вот, чтобы это, блин, звучало, потому что, когда начинаешь это читать, думаешь, ну, блин, системный администратор, там, бла-бла-бла-бла, сидит, наверное, в своей комарке, но я тебя знаю, ты же не такой, реально, ты умеешь коммуницировать, ты умеешь строить работу, рабочий групп, ты умеешь строить работу, отдел, ты умеешь руководить, поэтому достижение, пожалуйста, наверх, чтобы было видно, вот, что еще, у тебя здесь есть управленческий опыт, тоже я его куда-то, потерял, в процессе всего этого чтения, где-то он здесь, блин, есть, вот, в общем, я потерял, HR точно потеряю, вытаскиваю руководящий опыт наверх, пиши, что ты готов создавать отделы, создавать рабочие группы, создавать микрокоманды, или достаточно большие команды, чтобы силами этих команд что-то там достигать, потому что, если этого не указать, то создается впечатление, что ты просто сисадмин, который сидит в углу и настраивает сервера, там, в свободное время играет в доту, но ты реально не такой, поэтому, пожалуйста, четко спозиционируй себя, я руководитель, я умею строить команды, я умею строить системы, я умею достигать таких-то коммерческих целей, вот цифры, вот факты, вот мое портфолио, пожалуйста, так, нанимайте меня, у вас тоже все будет офигенно, вот, все, погнали дальше, кандидат номер 19, технический директор, прямо как я, вот, Nota Media, интересно, очень всегда была симпатичная для меня компания, вот, указаны цифры, указаны, собственно говоря, достижения, архитектор, руководитель, все, в общем, понятно, вот, дальше указаны госпроекты, участвовал в разработке, бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот, что меня здесь зацепило, значит, слишком малая информация о проектах, я не знаю, возможно, это коммерческая тайна, но как-то, наверное, надо все-таки больше цифр, создал с тех надежных подрядчиков, сколько подрядчиков, сформировал, обучил команду, бла-бла-бла-бла-бла-бла, сколько народу, может, вот это там 30 имеется в виду, но я вот не сразу сообразил, честно говоря, вот, сколько, сколько, то есть нужных цифр, вот, разработал стандарты и регламенты отдела разработки, блин, зачем ты это сделал, какой в этом смысл был, цель какая была, как это улучшило финансовые показатели, у тебя же наверняка были KPI, хоть какие-то были, ну, ты для себя хотя бы их мог там сформировать, вот, ну, напиши о том, что было столько, стало столько, я вот такой крутой, потому что я сделал из говна конфетку, в цифрах, вот, что еще, поспособствовал развитие счет бренда, ну, окей, ладно, хорошо, в общем, реально хорошее резюме, здесь, в общем-то, ничего такого глаз не цепляет, вот, но надо больше цифр, больше фактов, пишу статьи, где, ну, то есть ссылки надо, выступая на конференциях тоже надо, ссылки наверняка записаны где-то на видео, вот, и очередной раз повторюсь, больше цифр, все, на сегодня хватит, переходим к завершению, и так, спасибо всем, что смотрели, еще раз хочу сказать спасибо всем, кто доверил мне свое самое сокровенное, то есть свое резюме, я еще раз хочу подчеркнуть, что я все, что я говорил, я говорил не для того, чтобы кого-то обидеть, а просто, чтобы показать мнение постороннего человека, который вас не знает, и которому вы ничем не дороги, не надо, конечно, бросаться тут же, воплощать мои советы в жизнь, это просто повод для того, чтобы подумать, и оценить, так сказать, обдумать еще одну точку зрения, вот, я обещал дать ответы на пару вопросов, самый главный вопрос, который мне задавали в предыдущем выпуске, был такой, почему ты все время, дорогой Гриша, говоришь, что надо писать, зачем ты что-то делал, ну, блин, как тебе сказать, иначе непонятно, зачем ты там вообще работал, ну, то есть, как бы, если ты там, вот, в рамках среди своих коллег, допустим, там, делал, там, имплементировал такие-то штуки, там, писал какие-то функции, там, какие-то скрипты, такие-то системы внедрял, такие-то тесты вводил, короче говоря, с точки зрения бизнеса, хочется понимать вообще, как бы, какой эффект ты оказал на бизнес-компании в целом, то есть, было до тебя, стало после тебя, какова разница, потому что иначе создается впечатление, что ты просто пришел туда, поработал, и все, до свидания, ребята, я пошел поработаю в другое место. Кроме этого, есть такой стереотип, скажем так, агнитивное искажение, вот, он очень сильно развит у HR, вот так называемых, людей, ориентированных на результат, скажем так, бывают такие странные персонажи, вот, согласно которому, человек, который пишет о том, что он сделал, а не делал, то есть, в совершенном виде, с буквы S, сделал, выглядит многократно выгоднее, тем более, если он понимает, зачем он это сделал, какую измеримую пользу он принес бизнесу, на самом деле, в большинстве случаев, это, конечно, просто игра слов, потому что, понятно, если вы что-то делали, скорее всего, вы что-то сделали, потому что, вряд ли вы такой, что вы просто пришли там, это самое, работали и пошли дальше, вот, но, тем не менее, такое когнитивное искажение есть, и надо его учитывать, всегда пишите в совершенном виде, сделал, 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 с фактами, с цифрами и так далее, вот, еще, значит, HR, особенно всякие, руководители HR, они ищут людей, как правило, под решение задачи, потому что они настолько глубоко понимают в сфере IT, в сфере программирования, чтобы глубоко декомпозировать, декомпозировать бизнес-задачу, и понять, какие, собственно, технологии, ее надо подобрать, поэтому обычно задача, все-таки, описывается в гуманитарном плане, например, если там, допустим, мне надо, чтобы у меня неисправный водонагреватель снова заработал, я не знаю, что у него там внутри, вот, я буду искать того, кто разбирается в водонагревателях, кто чинит водонагреватели, а не те, кто пишет в резюме, что я умею диагностировать неисправности в микросхемах, в панели управления газовыми котлами, потому что, блин, ты молодец, что ты умеешь, но мне это надо водонагреватель починить, напиши, пожалуйста, резюме в моем поле, в моем мире, в моей терминологии, в терминологии той боли, которую я испытываю, мои руки холодной водой, и покажи мне, что ты готов это решить, что ты мне готов принести решение, вылечить, грубо говоря, мою боль, устраивать мою проблему, вот, это гораздо ближе к, так сказать, образом мышления работодателя, чем так образом мышление твоих коллег, надо понимать, кому ты ориентируешь свое резюме, и кто тебя будет читать, вот, на сегодня все, пишите, пожалуйста, в комментарии, если вам понравилось, ставьте лайк, пишите, что понравилось, если вам не понравилось, ставьте дизлайк, и пишите, что вам не понравилось, и, конечно, не жадничайте, подписывайтесь на канал, и расширивайте своим френдам, все, пока, я тупый инструмент, да, короче, я умею вот это, примените меня хотя бы к чему-нибудь, блин, парни, ну так нельзя, надо же, черт убери себя, не как инструмент, не инструментом себя считать, да, как бы, личностью, Соответственно, Отзwellение следует... Соответственно... что метраappedя... Отз feat 5. Продолжение следует...